Салют, я Иван Толмачёв, а вы смотрите самый народный канал Дай 5 и шоу Плюс Минус. Участники группы на этот раз выбрали тему Gravity Falls. Я совсем недавно добрался до этого мультика, и сказать по правде, я даже не ожидал, каким классом он может оказаться. Так что мне будет крайне тяжело оставаться непредвзятым. Тем не менее, я постараюсь это сделать. Итак, давайте посмотрим на плюсы и минусы Gravity Falls. Минусы. Первый минус. Выход серий. Каждому поклоннику сериала не надо рассказывать, как томительно ожидание новых эпизодов. Понятно, что на качественную проработку необходимо тратить не только ресурсы, но и долгие дни кропотливого труда. Но легче ждать от этого ведь не становится. А тем, кто смотрит Gravity не в оригинале, а таких немало, приходится ждать еще и перевода. И хорошо еще, если вы подсели на быстрых интернет-переводчиков. Потому что ждать лицензии от Disney просто нереально долго. Второй минус. Целевая аудитория. С восприятием этого минуса у фанатов будут проблемы, я уверен. Потому что я выскажу крайне непопулярную мысль. Но я надеюсь, что вы постараетесь ее принять. Прежде всего, важно помнить, что мультик рассчитан на детей. Несмотря, конечно, на то, что взрослые могут с ничуть не меньшим, а порой даже большим удовольствием его смотреть. Но в этих, назовем их, посылках для взрослых, самое главное не переборщить. И как раз в этом Gravity Falls порой немного заносит. Главным образом я говорю о монстрах. Я в курсе, что это чаще выносит мультику в достоинство. И будь он хотя бы 12+, я бы согласился. Но его рекомендуют смотреть с 6 лет. И многие моменты я бы не хотел показывать своим детям в том же возрасте. По крайней мере, на фоне добрых советских мультиков, на которых я и многие другие воспитывались. Не поймите неправильно, мне было круто смотреть на все это. Но надо ли детям показывать на экране такое? Или такое? Такие вот получились минусы. И пока фанаты Gravity Falls не стали говорить мне, что их нет вообще, и оспаривать каждое слово, я напомню, что недостатки есть у всего. Ну а пока, давайте перейдем к плюсам. Плюсы. Первый плюс. Сюжет. Потрясающий, проработанный до мелочей сюжет, который заставит вас смотреть серию за серией. Каждый раз зрителей ждет что-то новое и захватывающее. При том, что в Gravity нет ни одной проходной серии. Знаете, как обычно делают в сериалах, чтобы просто занять зрителей. По крайней мере, пару серий в сезоне такое точно встречается. Так вот, в Gravity Falls как раз наоборот. Тут постоянно случаются события, продвигающие общий сюжет. Ну или развивающие персонажи и их отношения. Кстати, об этом. Второй плюс. Персонажи. Главные герои мультика отлично проработаны. Да что там главные? Все действующие лица яркие, интересные и запоминающиеся. В них влюбляешься с первых серий. А после этого не следить за полюбившимися героями просто невозможно. Gravity Falls это яркий пример мультфильма, герои которого по проработке могут уделать не только многие сериалы, но и некоторые фильмы. Третий плюс. Загадки. Они стали визитной карточкой сериала. Gravity Falls весьма таинственный город. И мультфильм полностью этот статус подтверждает. Фанаты ищут отсылки, пасхалки в каждом кадре, раз за разом пересматривая серии. И ведь находят все новые и новые. Чего стоят хотя бы цифры в каждых титрах. Да, это не секрет для поклонников сериала, но для тех, кто слышит о Gravity впервые, это полезная информация. Много ли детских мультиков вы знаете с такой глубокой проработкой? Да что там детских? Этот мультик с легкостью увлекает и взрослых. Четвертый плюс. Юмор. Скажу честно, я давно так не смеялся, смотря мультики. В каждой серии нет-нет, да и появится какая-нибудь крутая шутка или ситуация. А может и просто кто-то из героев как-нибудь так учудит, что не посмеяться просто невозможно. Это тем круче, что в Gravity Falls наряду с шутками, которые заходят и взрослым, полно и вполне детского юмора, который, что важно, не раздражает, а лишь добавляет увлекательности. В этом мультике юмор удачно разбавляет таинственную и серьезную атмосферу мистики, создавая уникальный коктейль, который понравится людям любых возрастов. Итак, плюсов получилось больше. И я замечу, что абсолютно заслужено. Этот мультик действительно стоит того, чтобы с ним ознакомиться. И ведь у него еще куча достоинств, о которых я не упомянул. Взять хотя бы анимацию или музыку. Ну ладно, на самом деле хватит его расхваливать. Давайте лучше посмотрим, что думают о Gravity Falls участники в нашей группе. По результатам вашего голосования, 71% участников считает, что плюсов у Gravity Falls больше. На этом все. Спасибо, что посмотрели ролик. Но если вы хотите узнать интересные факты о Gravity Falls, тогда заходите на мой канал. Помимо этого, там вы можете посмотреть интересные факты, отсылки и секреты из разных других фильмов. Ссылка будет в описании. Ну а также не забывайте про Day5 и на него тоже подпишитесь. А также вступайте в нашу группу ВКонтакте. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!